Я бы хотел пригласить на эту сцену губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Андрей Владимирович, прошу на сцену и попросил бы тоже рассказать, как работаете с инвестиционным климатом, на севере жить, замечательный слоган. Еще раз повторю, обожаю русский север и Мурманск, и Хибины в целом. С чем приходится больше всего работать? Ваши планы, ваши рецепты успеха? Во-первых, всем добрый день. Надеюсь, что Андрей Ремович после моего выступления тоже скажет что-то. Такое позитивное про Мурманскую область. Может, оценку поставить. А не только про Москву. Может, оценку поставить. Надеюсь, хорошая. Но, на самом деле, спасибо за лекцию. Вот эта первая часть была, Андрей Ремович, прям респект. Очень демократично. Я не знаю, что с репиком потом будет, но в целом нам всем, по крайней мере, понравилось. Но, на самом деле, вопрос, о чем сказал Алексей Евгеньевич, про людей. Это, кстати, мой будет первый слайд. Это для нас такая, честно сказать, большая победа. Потому что, конечно же, нам на севере бороться за людей, за то, что к нам приезжали, а не просто выезжали, ну, сильно посложнее, чем в Москве. Я к команде Москвы с глубочайшим уважением отношусь. Действительно, то, что делается в Москве, это круто. Но за итоги нашей пятилетней работы, нашей команды в Мурманской области, это, конечно, то, что впервые за 33 года, это важно, за 33 года у нас миграционный прирост. Не за счет мигрантов, как многие могут подумать, а именно за счет... К нам приехало больше жить и работать, чем уехало. Первый раз за 33 года. То есть с советского времени. Ну, а темп снижения численности населения у нас замедлился в 7 раз и в 2 раза, естественно, убыль населения. Почему это важно? Потому что те проекты, которые сегодня при поддержке президента правительства мы реализуем, конечно, без людей невозможно. Без людей, причем людей, как было четко сказано, и Мария об этом сказала, квалифицированных. Поэтому, конечно, вот для нас этот перелом тренда и работу нашего плана под названием нашей идеологии на севере жить, это, конечно, первая такая ключевая победа. Что касается экономики. Но действительно нам удалось обеспечить рост ВРП за указанные годы на слайде в 2,5 раза. А по производству, по доле ВРП на душу населения мы в десятке лучших регионов по стране. И объем фактических вложенных инвестиций, он превысил триллион, даже триллион 200 миллиардов рублей за последние 5 лет. И по среде арктических территорий нашей страны мы являемся лидерами по привлечению инвестиций. Ключевые наши проекты, и здесь, хотя Андрей Ремич постоянно ругается, когда я говорю ему спасибо за это, но на самом деле, вот то, что было, кстати, на слайдах указано, это снятие тех ограничений по логистике. Конечно, сегодня Мурманск, область север, и наш выход в мировой океан без каких-либо ограничений геополитических для нас один из ключевых магистральных инвестпроектов. Мурманский транспортный узел. Андрей Ремич принял деятельное участие в его развитии. В прошлом году президент запустил рабочее движение по новой железной дороге. Вот если сегодня портовая инфраструктура – это сам город Мурманск, то теперь портовая инфраструктура благодаря новой железной дороге развивается на западном берегу Кольского залива. Сегодня, кстати, подписано очередное постановление правительства России, где в территории опережающего развития столицы Арктики включен еще один проект. Здесь на ВДНХ в декабре мы подписывали соглашение. Еще один такой терминал, который будет построен в ближайшие несколько лет. Ну и в этом году мы запускаем в работу порт Лавна. Первый порт у нас в Мурманск области после Советского Союза. И, что важно, идет работа по новой портовой инфраструктуре. А если кто-то еще не в Мурманск области и не думает, как вывозить грузы, то это зря. Потому что скоро земельные участки на западном берегу для строительства портовой инфраструктуры закончатся. Поэтому благодаря вот этому мощному логистическому проекту порты и портовые проекты появляются один за другим. Ну и, конечно, задача, которая сегодня перед нами стоит, и то, что мы сегодня отрабатываем с правительством, есть соответствующее поручение президента, это увеличение провозной способности железной дороги. Для нас это принципиально важно, чтобы как раз безопасный выход в мировой океан через Мурманскую область обеспечен был надлежащей провозной способности железной дороги. Думаю, что у нас с этим все получится. Второй магистральный инвестпроект, это, конечно, газификация. Это совершенно другой технологический уклад нашей промышленности, где добывается огромное количество ресурсов. Как наши ученые говорят, наши, я имею в виду, российские, а не только те, кто работает в Мурманской области, что у нас есть вся таблица Менделеева. Они те ресурсы, которые от апатитового концентрата, который кормит треть мира, удобрений из которых кормят треть мира, до редкоземельных металлов. Конечно, все это требует другого технологического уклада и решение, которое президентом принято по газификации Мурманской области, по реализации проекта Мурманский СПГ. Об этом тоже сегодня было сказано, что без СПГ российского экономика мировая чувствует себя не очень хорошо. Это все Мурманская область и проект, которым мы сегодня занимаемся. Ну и еще одна точка роста глобальная, это литий. Вот благодаря быстрым решениям, которые были приняты в правительстве, честно скажу, до санкций мы долго вокруг этого ходили, но тем не менее те работы по диалогу разведки, которые проведены, показывают, что Россия может войти в тройку по запасам лития, и это тоже Кольский полуостров, тоже наша область. Ну и все это позволило нам добиться таких серьезных результатов. Это 8,5 тысяч новых рабочих мест, средняя зарплата 104,5 тысячи, это девятое место в стране. Да, есть много людей, которые получают сильно меньше, но тем не менее вот наша задача повышения квалификации и повышения роста доходов людей, не только средне, а как можно больше людей, чтобы получало достойную зарплату. Ну и какие режимы у нас для этого есть? Как мы с этим работаем? Это как раз про экономику предложений, по крайней мере, про классическую теорию. Мы действительно, благодаря поддержке правительства, создали несколько режимов. Первый режим – это тор столицы Арктики. Второй режим – это арктическая зона Мурманского, вся под нее подпадает. На слайде указаны льготы, они, правда, уникальные. Это, безусловно, стимулирует деньги вкладывать, в том числе и у новых предприятий, и у тех, кто работает уже у нас на территории, и создавать разные мощные, серьезные проекты. Один из якорных проектов – это на Центрах строительства крупно-тоннажных морских сооружений в Белокаменке в прошлом году. Первое изделие – это, кстати, про уникальные высокие технологии, когда с нуля в скале за пять лет появилось производство, которого нет нигде в мире. По выпуску, ну так, по-простому, скажу, плавучих заводов СПГ и Мурманск область сегодня является одним из ключевых центров компетенции по СПГ отрасли. Благодаря этому, в том числе, возможно, стала реализация проекта не просто по производству таких заводов, но и по самому выпуску жизненного природного газа. Уникальные региональные меры поддержки, которые позволили обеспечить этот объем инвестиций, крупные предприятия. Важно, что наши компании вкладывают деньги в города, свое присутствие. За последние пять лет объем вложений вырос в пять раз. Это про ту социальную ответственность, про которую президент говорил. И это принципиально важно. Это в том числе чувствуют те люди, которые живут, и те работники этих компаний. Это дает очень серьезный стимул. Малый и средний бизнес, который у нас тоже очень серьезно растет. Мы, кстати, в 2020 году в шесть раз был ковид, в шесть раз снизили налоги для МСП, сохранили этот льготный режим, и сегодня это была правильная инвестиция, потому что налоговая отдача в муниципалитеты через МСП уже это окупила. А количество занятых очень серьезно растет в малом и среднем бизнесе, а это сервис, без которого невозможно качество жизни в наших городах. Ну и тема инвест-стандарта. Мы с 2021 года внедрили инвеступолномоченных во всех муниципалитетах и органах власти, которые вручную обязаны разбираться с теми вопросами и проблемами, которые есть. Это, кстати, очень серьезный фактор, помимо льготных режимов, когда тебе есть куда постучаться и твою проблему решить. Очень понятно, что одно окно для бизнеса и ручное сопровождение веса проектов, но и вот так мы бьемся за то, чтобы на севере жить было не просто такой идеологией, не просто модным таким слоганом, а действительно становилось модным трэмбом, потому что борьба за людей, ну, это самое главное, за что сегодня борются все регионы нашей страны. Ну, я уложился, кстати. Андрей Владимирович, идеально, спасибо огромное, да, спасибо большое. Алексей Евгеньевич, что, отпустим? Да нет, я даже боюсь уходить. Андрей, да нет, ну вставайся, конечно, что ты. Во-первых, мы тебя еле-еле вырвали из твоей арктической резиденции и красот, и поэтому, поскольку живешь ты действительно там, и мы знаем, что там по-настоящему тебя раньше на севере работали, ну, как бы ездили, работали, а потом жили где-то в другом месте. А сейчас на севере, в принципе, действительно становится очень интересно и неплохо жить. К сожалению, не везде, но в основном я могу так сказать, что Мурманск здесь может стать, вот твоя область может стать таким как-то бенчмарком для остальных. У меня вопрос, у меня два вопроса. Первый – риски. Вот где ты видишь риски для Мурманской области? Вот я, например, смотрю, да, то есть ты рассказываешь все время про портовую инфраструктуру. Мы очень сильно зависели, условно, от корейцев, японцев в честь судов. Пока не догнали их, и это импортозамещение у нас еще сильно-сильно отстает. А вот как бы, а что будет наполнять эту портовую инфраструктуру? Как мы эти риски видим? А второй, это был грустный вопрос, а хорош, а может все растает, и не нужно будет ни ледокола, ничего, и будет у нас там… Это тоже грустный вопрос, на самом деле. Тоже грустный? Да. Хорошо. Ну, то есть, первый вопрос, где ты видишь для себя, ну, как бы, точки рисков, которые надо как-то дорисовать? Что ты сейчас пытаешься делать, и где тебе нужна помощь Андрея Ремовича, Максима Геннадьевича, банков, корпораций МСП и бизнеса? Ну, первый риск, конечно, вот, особенно с учетом, ну, тех предприятий, которые у нас работают, конечно, риски санкционные. Вот мы говорим про рост экономики, все эти цифры, они наглядные, но, например, с точки зрения конкретных доходов в текущем периоде, конечно, мы пока очень сильно зависим от новых санкционных пакетов, которые принимаются. И это факт, в том числе, это факт, например, текущего года. Это первое. Второе, это, конечно, принципиально важно про логистику, это реализация четко всех тех планов, о котором договорились по развитию Севморпути. И здесь много факторов, включая факторы по транспорту, по морскому, и, конечно, по строительству ледоколов. Да, у нас работают три новых ледокола уже, и база атомно-людокольного флота, она тоже находится в Мурманске. Вот важно, чтобы этот транспортный коридор четко заработал, с учетом тех решений президента, которые сейчас все идет, ну, там, все, в случае рекордов по грузоперевозке СМП и так далее, все это выполняется. Но это тяжелейший, сложнейший проект. Ну, а помощь, которая нужна от правительства, ну, пользуясь случаем, конечно, я не могу же, но здесь Андрей Рынович сильно помогает. Это правда, провозная способность. Сейчас главный вопрос или главный фактор, который нам нужен для того, чтобы выполнить все, вот, реализовать все планы, это, конечно, провозная способность. И, на самом деле, почему для нас принципиально важна была вот эта железная дорога, потому что было очень много дискуссий с инвесторами. Инвесторам говорили у правительства, так что вы, там, не строите порт, и вот у вас, там, концессия. На что справедливо коллеги говорят, ну, подождите, а вы дорогу-то построите? Вот, это было много дискуссий. Мы собирались, наверное, да, Андрей Рынович, раз там шесть в правительстве на тему, предъявите, там, то и прочее, ну, дорогу, государство. Вот государство показало, что оно выполняет свои обязательства, и в рамках Мурманского транспортного узла за год было сделано больше, чем за предыдущие восемь лет. Это потребовалось прям таких серьезных решений. Поэтому про риски так, а про поводу все растает, ну, во-первых, не растает, во-первых, не растает, а во-вторых, любые изменения климата – это критично. Мы тоже должны понимать. И если просто растает, не значит, что на севере станет там сильной ужней. Это значит, что колебания погодные вызовут такие катаклизмы, что мама не горит. Поэтому очень надеюсь, что таких катаклизмов не будет. Мы тоже. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо, друзья. Ваши аплодисменты.